Это «Весть утро» Карачаева-Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-17, в горах плюс 7-12, днём плюс 23-28 и местами до плюс 22 градусов. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесии ночью кратковременная дождь, гроза, днём без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днём плюс 25-27 тепла. В Доме печати состоялась презентация новой книги заслуженного архитектора, члена Союза писателей Карачаева-Черкесии, Султана Айбазова. Книга написана на карачаевском языке. В неё вошли повести и рассказы разных лет. На презентации побывала наша съёмочная группа повестей. Подробности у Мурата Джанкёзова. Это не первое издание автора Султана Айбазова. В новой книге под названием «Кара», написанной на карачаевском языке, раскрывается тема борьбы добра со злом, воспевается красота и сила любви. Отдельно затронута тема депортации карачаевского народа. Описывается тяжёлое пребывание на чужбине. Выступившие отметили несомненную значимость издания в литературной жизни республики. Книги Султана Юсифовича Айбазова – это явление, которое ждали долго. Не скрою, мне книга понравилась. Я прочитал рассказ «Лочь Таяк», что в переводе означает «трость», «костыль», «палка». Я не знаю, как автор переводит, но, честно скажу, впечатлён. Читал не спеша, тем более, как вы знаете, тема депортации карачаевского народа, она для меня близка. Над книгой работали сотрудники карачаево-черкесского книжного издательства. Компьютерная верстка и дизайн Зульфия Кипкеева и Динара Кубекова, корректор Умар Салпагаров. Они консолидированно приложили усилия для того, чтобы издать её в достойном виде. Нами приложено очень много усилий для издания этой книги. Были нюансы, которые, как бы, было трудно работать в любом случае. И нелегко с каждой книгой работать, потому что имеет свои нюансы, имеет каждая книга, каждый язык. Ну, мы издали эту книгу, думаю, что и автор доволен книгой, и читатели, которые возьмут эту книгу, в республике, я думаю, эта тема нужна. Сборник рассказов и повесть «Каратлы» — это личные переживания автора и воспоминания соотечественников, переживших депортацию. По признанию коллег, невозможно читать проникновенные строчки без содрогания и слёз. А для самого Султана Айбазова это очередной этап творческого пути писателя. Издание этой книги значит очень многое, потому что, как для любого писателя, каждая книга — это его этап роста. И то, что книга войдёт читателям, это очень важно, потому что это будет опять ему стимул, чтобы дальше расти, потому что, как любой специалист, как любой человек, автор не может никогда стоять на месте. Должен быть рост. И вот это должно сопровождаться последующими-последующими книгами. Много тёплых слов и добрых пожеланий высказали выступившие на презентации в адрес Султана Айбазова. Пожелали автору дальнейших ярких творческих успехов. Мурат Джанкиозов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok